МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА СОЛДАТЫ РОССИИ И первые два гостя, которых я вам представила, являются также сотрудниками отдела по связям с общественностью Свердловского областного клинического госпиталя ветеранов войны. Здравствуйте, дорогие гости! Вы побывали в Крыму. Когда побывали, зачем побывали, рассказывайте. Ну, так случилось, что весь наш российский народ поддержал инициативу населения Крыма, тоже наших соотечественников, в вопросах объединения двух территорий. Это абсолютно правильно, объединился один народ. Отлик живой, отлик был на улицах и нашего города в том числе. Митинги, демонстрации в поддержку крымчан. И сразу на этих митингах активная часть нашего населения решила оказать гуманитарную помощь и провести гуманитарную акцию для жителей Крыма. И вот возглавил эту гуманитарную акцию герой России генерал-майор Запаса Шадрин Роман Александрович. Ну, и он, естественно, пригласил нас, старобоевых товарищей, принять участие в этой акции. Юрий Алексеевич, мне вот кажется, простите за этот вопрос, но мне кажется, что на митингах такие решения вряд ли принимаются, которые потом вот так осуществляются. Мы на митинге встретились и сразу же на митинге... И вот вы реально были на митинге? Мы реально на митинге сразу сказали, что надо переходить от слов к делу, говорить красивые слова могут многие, к сожалению, делать... Я настороженно поэтому к митингам отношусь, мне кажется, что это так, собрались, поговорили, пошумели, разошлись... Обнялись, расцеловались и решили, что надо слова подкреплять делом. Тут же решили ехать, ну, сразу с пустыми руками не поедешь, надо было время на подготовку гуманитарной акции, собрать гуманитарку, собрать деньги. То есть цель и задача определить четко адресность и поэтому найти контакты там на месте, сразу связаться. Поэтому это потребовало еще две недели подготовки на подготовку и через две недели мы уже 26 числа... Марта. Да, совершенно верно, 26 марта от госпиталя ветеранов войн наша колонна в составе семи машин ушла в направлении Крыма. Кто был в этой колонне? Ну, вот все присутствующие, а помимо вас... А давайте мы Георгию дадим слово. Давайте. Он более подробно расскажет. Ну, было четыре автомобиля, вот, на головной... Вначале, да? Да, четыре автомобиля, значит, выдвинулось. В головной колонне, в головной машине шел товарищ генерал Шадрин. Следующая шла машина, ну, скажем так, вообще уникальная. Это малолитражка, которая приехала своим ходом из Крыма. Ой, из Камчатки. Из Камчатки, да, пардон. Вот, 41-й регион, можно сказать, произвела фурор на всей территории, и не только Крыму, но и по пути. Вплоть до того, что даже останавливали посмотреть на какой регион. Сотрудники ГИБДД останавливали и интересовались. Как вы доехали-то вообще, да? Да, 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 что бы... Какие, говорят, номера-то откуда такое? Вот 41-й регион. Вот, Камчатская машина пришла с Камчатским же казаком-атаманом Сурийского казачьего общества за рулем. Вот. Значит, следующая машина у нас была... Кушинская бригада у нас? Да, Кушинская бригада. Значит, за рулем, причем, ехал сам батюшка. Тоже уникальнейшая личность. Он, помимо того, что батюшка в храме, он батюшка в двух храмах, он же еще и казачий батюшка, отец Дмитрий. Вот. И следующая шла машина, управлялась она Зеленковым Евгением. Нет, это Камчатка. Ой, Камчатка, говорю, Ямал. Вот. Да, шла машина с Ямала. Значит, то представитель общественной организации ветеранов во главе, значит, за рулем был сам председатель. И наш же сотрудник Самородный Дмитрий. Угу. Ну, и вот... Дмитрий, кстати, был у нас как-то в студии, поэтому я надеюсь, что зрители его вспомнят. Вот. Ну, Дмитрий Самородный, это ветераны в Афганистане, в Чечне, не одна командировка, легендарная личность. Автор-исполнитель потрясающих песен. Да. И машина... И замыкающая машина, да, шла машина Евгения Зеленкова. Евгений Зеленков у нас председатель Совета ветеранов Орджоникидзевского района. Тоже ветеран войны в Афганистане, спецназовец, очень, ну, очень замечательный человек. Ну, то есть отважные люди поехали поддержать своих, и география-то какая сразу впечатляет? Ну, в принципе, да. С севера на юг. Ну, замечательных, скажем так, таких знаменательных моментов, в плане дороги было много, помимо того, что нас останавливали. У нас 41-й регион машину за период прохождения трассы на Крым даже назвали бешеной табуреткой, потому что сложные погодные условия, вот, и машина дважды обгоняла колонну. То есть вроде нету, нету, раз, она впереди. А сложные условия, это, ну, вы помните, то снег, то растаяло, потом все это замерзло, опять гололед, опять снег, опять все растаяло. То есть это очень достаточно для движения в колонны сложные условия. Ну, и плюс к этому еще то, что ночь и встречный снег, видимость. Александр Васильевич, как вас встретили? И кто вас встречал? Ну, перебраву мы прошли поздно вечером, было темно, как у нас ночью. Заехали мы в Керть, зашли в Керть, было, ну, глаз выкали. Дороги не знаем, территория чужая, ну, сейчас она наша, но территориально чужая. Идем по навигатору? Вы люди бывалые, вам не страшно? Да, у нас все афганцы, все тюченцы, ребята. Нужно было отцу Дмитрию передать своим собратьям в Крыму иконы, подарки. И мы еще пошли в горы, с трассы, еле-еле нашли эту деревеньку в горах, эту улицу в этой деревеньке. Ночью там всех разбудили. Переполошили весь поселок. Люди не могли понять, не то боевики зашли, не то, это нормальные люди. Ну, удачно все вышло, и всю ночь мы шли до Севастополя. И благополучно добрались. Кстати, хочу сказать, что мы объехали весь Крым, не считая только северной границы, где Джангой у них и Виалты Южной. А были везде добожелательные отношения. Глаза у людей, я почему еще поехал в эту поездку до референдума, я видел глаза жителей Крыма и Украины. Глаза такие, честно говоря, они меня потрясли. Эти глаза, потому что глаза, как у маленького ребенка. То есть без тени, лжи, какой-то наигранности. И вот они смотрели в камеру до референдума. И когда мы туда пришли, в Крым приехали, я хотел посмотреть. Нет, не то это была иллюзия камеры, телевидение. А когда глаза в глаза, и это, ну, это непередаваемо, это мурашки, слезы. И, в общем, люди стояли и просили помощи, что до референдума. Помогите, россияне, братья. А когда мы с ними уже общались. Глаза те же самые, искренние. Но в них уже какая-то есть успокоенность. И они просто благодарили, ну, не унижались там, без тени, какой-то там заисканности. А вот от всего сердца. А мужчины вставали и плакали. Ну, то есть центральное телевидение нас не обманывало, все по-честному. Мы поехали в разведку, мы не знали. Одни СМИ показывают, там все плохо. Вторые показывают, что там все хорошо. Третьи говорят, что там все взрывоопасно. Но когда мы туда приехали и убедились, что там, в принципе-то, уже и можно жить. Ну, а Севастопольцы нам сказали, ребята, вы нас из 20-летнего плена освободили. То есть вот россияне, политика нашего руководства, нашего государства, вы себе не представляете, мы были как в плену. Но ведь они и сами делали очень много для того, чтобы освободиться. Это было не так просто. Конечно, конечно, это было встречное движение. Это не то, что вот пришли освободители. Не было бы их инициативы, ничего бы не было. О чем мы решили? Но они там настрадали за это время, говорит, очень сильно. То есть они сами, вот по разговору с жителями непосредственно, говорят, Ну, просто слов нет, чтобы выразить то состояние души, когда тебя постоянно прессингуют. Когда постоянно изоляция информационная, изоляция культурная, особенно для русского населения. Силовое насаждение, значит, каких-то моментов национальных, причем давление, мощное давление, насаждение вот этих национальных вещей. Ладно бы национальных, еще и профашистских. Да, здесь уже да. И это уже просто точка кипения наступила, и уже народ уже просто не выдержал. Ну, здесь можно сказать открытым текстом, что большую часть, именно для того, чтобы Крым все-таки вернулся домой, было сделано именно жителями Крыма. Вот больше результат. Потому что даже когда передвигались, очень много плакатов в сравнении, либо фашистская свастика, да, либо Россия. Вот все на референдум и так далее. Скажем так, даже в Севастополе есть его личная фраза. Так, отстаивайтесь же, Севастополь. Написана она на памятнике адмиралу Корнилову. В принципе, она стала даже лозунгом этого Севастополя. Вот референдума. И движения всего. Вот, именно всего движения, за то, чтобы присоединиться. А когда вот начали общаться, вообще, были даже на 35-й батарее, выходит, как бы в свет начала подниматься такая информация, что при строительстве новых дачных поселков, при строительстве каких-либо, значит, жилых зданий, на территории, где стояла 35-я батарея, буквально техникой был поднят грунт с останками тех, кто отстаивал эту землю и просто сброшен в море. То есть, вот, руками. Ну, я не буду говорить, кого, да, но, тем не менее, это было сделано. Это уже, ну... Ну, к сожалению, для России это тоже не... нечто невозможное, потому что у нас тоже так бывает, и потом мы только узнаем об этих выпивающих фактах. Но здесь вот тоже, да. Вот об этом речь и идет, как бы, что они... Память, историческую память Севастопольцы трепетно чтят. Надо отдать им должное, они в этом плане очень молодцы. И руководство Севастополя, и администрация, и народ. Поэтому для них это было дико. А строили, конечно, коттеджи не простые люди, а, будем так говорить, ну, вориши новой Украины. Власти новой Украины. Ну, в общем, да, это было таким символичным шагом. Конечно, конечно, конечно. Тем более, если он не скрывался, то это, конечно, да. А если к этому еще именно зашел разговор о том, что запрещение родного для них языка русского, то есть просто запрещали на нем разговаривать, ну, вот, пожалуйста, точка кипения и настала. Расскажите, пожалуйста, икону-то удалось доставить или нет? Конечно. Конечно. Экспедиция была на храме, восстановленном на месте крещения князя Владимирова на полуострове Херсонес. Вот. И туда вот доставили. Отец Дмитрий привез две иконы. Значит, первая икона была царствующих страстотерпцев, а вторая – Семена Верхотурского. То есть, наши особые считаемости. Состоялось торжественное вручение. Причем… Служба. Да, и службу даже вел наш батюшка. Вот. И когда икону потом вынесли к людям, не поверите, до нее просто была очередь. Когда, значит, раздавали даже вот календарики какие-то, как карманная икона, да, вот, их не то чтобы не хватило. Подходили просто и спрашивали, и спрашивали, и спрашивали. Когда батюшка вот даже обратил внимание, был такой момент, маленький ребенок на руках у женщины, ну, сколько ему может быть, ну, годик-полтора, то есть, еще, говорить-то толком. Тянется, ну, вот сидит у нее на руках, ерзает, как-то неудобно себя чувствует. Она его поставила на пол, он тянется. Все, вот куда-то ему надо бежать. Вот. Ну, мама его пару раз одернула, потом батюшка ему просто дал вот эту вот маленькую карманную икону. Вот, малыш берет икону, сразу успокаивается и несколько раз прикладывает ее к голове. Вот, как бы, бьет просто вот так двумя руками и прикладывает. Шок был полный. Вот у батюшки, ну, вот у... И на этом успокоился. Абсолютно верно. Было некуда и незачем. Как, откуда, зачем, ну, вот, именно это имело место быть. Ну, вообще говоря, вот для меня, например, стало таким подтверждением того, что все произошло как надо, и что можно не бояться за то, что будет дальше, как дальше ситуация сложится. Референдум этот крымский, он произошел в день памяти Киева Печерских святых. А решение о присоединении окончательно было принято в день памяти небесного покровителя Крыма, святителя Луки Война-Ясенецкого. Это знаменитый врач-хирург, который основал вообще гнойную хирургию. Это единственный иерарх русской православной церкви, удостойный сталинской премии, а потому что достижения были такие, что нельзя было их не признать. Вот, и поэтому будем надеяться, что даст Бог, все будет хорошо. Спасибо вам огромное за ваш рассказ. Поскольку я профессиональный звонарь, и вот на территории этого храма есть колокол. Он стоит прямо на самом берегу моря, на горе. Этот колокол называется навигационный или херстанецкий. Этот колокол был, ему несколько сот лет, он был украден и вывезен Антантой в 17-18 году во Францию. И его вернули в 30-м году, восстановили его на прежнее место. И раньше, когда были бури, ветер там, темно, он звонил и давал знать о себе кораблям, типа маяка. Но этот колокол во время войны так пострадал, что он весь израненный осколками, минами там и пулями. Весь изречен. Но до сих пор он действует. Вот хотел сказать, что... Как символ. Как символ, да. Спасибо, дорогие друзья, за ваш рассказ и больше еще за ваше путешествие. Как это рассказать. Я думаю, что мы сейчас прервемся, потому что наше время в эфире очень ограничено. Хорошо. И разговор мы продолжим. Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы были с нами. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»